Здравствуйте! Сегодня хочу поделиться с вами своим рецептом засолки хрустящих огурцов на зиму холодным способом. Для этого я огурцы помыла и залила холодной водой. Огурцы свежесобранные заливаем на 2-3 часа. Если же огурцы уже лежали, тогда как минимум на 4 часа. Зеленые пряности, которые я использую для засолки, мою и тоже замачиваю в воде. На 1 литр воды я беру 2 столовые ложки соли и в этом растворе примерно 30 минут держу все травки. Это укроп, хрен и листья вишни и смородины. Если вы хотите получить хороший результат от засолки, тогда используйте обязательно огурцы засолочного сорта. Несколько слов о важных правилах. Количество соли в рецепте указано точно и эти пропорции надо соблюдать, так как нехватка соли может привести к закисанию огурцов в банках. Соль следует брать обязательно обычную крупную каменную пищевую. Также в рецепте я использую чеснок, кориандр, острый перец, лавровый лист и зерна горчицы. По желанию можно добавить еще сюда душистый перец. Я также использую зонтики, только зонтики укропа. Можно конечно использовать стебель, но листики от укропа я никогда не использую, потому что они загнивают. А листья вишни и смородины отлично подходят для этого рецепта. Также я использую стебли от хрена, можно брать корень хрена. Лист обрываю, но собственно хрен, можно использовать лист, но я все-таки не рискую. Мне нравится не добавлять его, а добавлять стебли. Банки я не стерилизую, у меня есть паста специальная, она из горчицы, соды, хозяйственного мыла. Рецепт есть на моем канале, отлично и моет банки и в то же время их дезинфицирует. Ссылочку под видео на эту пасту оставлю, если кому интересно. Противникам уксуса холодная засолка огурцов явно понравится, поскольку этот продукт данных рецептов не присутствует. Из консервантов здесь используется только пищевая соль. В банки накладывать можно конечно же разных размеров огурцы, но я делаю так, делю огурцы мелкие и более крупные и солю их в разных банках. У меня сегодня одна литровая банка для мелких огурцов, я добавляю в нее на дно чеснок, но предварительно его давлю, можно нарезать ножом. Раздавленный чеснок конечно же даст больше аромата и конечно же вкуса огурцам. Отправляю в банку, сюда же добавляю чайную ложку полную кориандра и 2 чайные ложки горчицы зерновой. По желанию можно добавить острый перчик и лавровый лист, но это по желанию. Сюда же добавляю несколько стебельков хрена и зонтики укропа. Ну конечно же листья смородины и вишни, примерно по 5 штук. Сколько взять укропа? Ну это по желанию, я примерно на литровую банку кладу 4-5 зонтиков. Устанавливаю вот так вертикально огурчики, сверху еще укропа немного, зонтик и маленькими огурчиками дополняю. Огурцы конечно же укладываю плотно, но не так чтобы они давили друг на друга, иначе они не будут хрустящими. Сверху еще листик смородины кладу, вот так я уплотнила банку, также сделаю и вторую. Остается приготовить рассол. На 1 литр воды, лучше брать воду фильтрованную, нужно 70 грамм соли, можно взять 60, но все же лучше 70. Меньшее количество соли приведет к закислению огурцов. Мне 1 литр рассола хватает на две банки. Одна объемом 1,5 литра, другая 1 литр. Нам остается залить рассолом банки доверху и накрыть их крышками, но не плотно. Оставляем на брожение при комнатной температуре. Брожение будет происходить 3-4 дня, зависит от того, какую степень посола вы хотите. Процесс брожения является естественным. Первое время рассол мутнеет, появляется пена, но со временем это пройдет. Чем холоднее место, где стоят банки, тем дольше будет протекать этот процесс. Баночки лучше всего ставить в поддон, потому как некоторое количество рассола будет выбегать. После того, как перестанет образовываться пена и рассол приобретет прозрачность, заливаем банки до самого верха с бежавшим рассолом или чистой водой, плотно закрываем крышками и убираем на хранение в холодное место. Время созревания огурцов в рассоле зависит от их размера и сорта. Мелкие просаливаются быстрее, конечно же. Если вам не нравится вкус квашеных огурцов, то заготовку лучше определить в холодный подвал или погреб, чтобы снизить активность молочнокислых бактерий. При этом огурцы будут солиться дольше, около месяца, но получится хрустящими и менее кислыми. Я отправляю на хранение в подвал на третий день. Они должны иметь вот такой вид. В готовом виде они уже вот такие. Они хрустящие и очень вкусные. Для тех, у кого нет подвала и нужно хранить в квартире, некоторые советуют перебродивший рассол полностью слить, закипятить, огурцы промыть, затем банки с солеными огурцами залить кипящим рассолом и закатать. Огурцы холодным способом на зиму можно готовить даже на даче, где нет горячей воды и условий для консервирования, так как они заливаются холодной водой, стоят в тепле до помутнения рассола, а затем закрываются крышками, можно даже пластмассовыми. Не подвергаясь термической обработке, плоды сохраняют особых хруст. Они обязательно понравятся вам и вашим близким. Однажды попробовав эту заготовку, вы поймете, что теперь будете выполнять ее только так. А я желаю всем приятного аппетита, всего самого доброго, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите впечатления об этом видео. До свидания!